Оказывала высокий результат и выигрывала всех, в общем-то, в союзе. А там были серьезные соперницы, чемпионы мира, Елена Волкова, Кузьмина, Светлана. Ну, вы, конечно, их всех не знаете. Вот. Ну, и мы поехали в Барселону. Основную задачу я перед собой ставила, чтобы показать команде, что я не просто так приехала туда. Вот. Потому что многие немножко были настроены вражески. Не вражески, а враждебно. Да. Не очень-то были настроены. Вот. Тем не менее, потому что, типа, меня взяли. Я не отобралась и не заслужила. Вот. На моем месте цель на Сенок. В любом месте у нас очень большая компуляция. Особенно в спорте, где решается доля сетку. Вот. Ну, в общем-то, я в Барселону. Я приехала в Барселону. Очень красивая олимпийская деревня. Пункты питания. Все бесплатно. Вход и выход только по пропускам. Везде полиция, милиция. Вот. Интересные исторические заведения, которые мы могли посетить. Море, пирс. Можно было покупаться. Поплавать. Поплавать, да. Но пока что нам было не до купания. Мы готовились к соревнованиям. Вот. Первая дистанция была 200 метров. Я была четвертой. Ну, я не люблю 200 метров плавать. И моей коронкой было 100 метров Барселон. Вот. Но после того, как я четвертой была на 200 метров, это снова мне дало уверенность в том, что я хорошо пропула на 100 метровке. Вот. И 29 июля 1992 года. Это вот какой день недели, я не помню точно. Это вот. В общем-то, я участвовала на 100 метровке. Предварительно я пропала первой. Вот. Снова отобралась первой. У меня, значит, привилегированная дорожка четвертая у нас. Тут кто попадает первой. Первым четвертой. Соответственно, второй, пятая. Третий, кто попадает в финал, это четвертая. Третья. Ну, и так далее. Распределение. Ну, в общем-то, это не важно. Вот. Конечно, я волновалась очень сильно. На меня ложилась огромная ответственность за всю могучую страну. Советский Союз, которая в тот момент разваливалась. И называлась СНГ. Вот. Тренер меня в тот момент почему-то не поддержал. Он был. Я его не могла найти. Упорно искала, но не могла найти. А? Значит, плохо искала. Значит, плохо искала, да? Но если бы я искала, я бы тогда не выиграла. Я бы всю энергию потратила на поиски. Но про это потом. Ну, в общем-то, я вот как сейчас вспоминаю, конечно, это очень яркие, незабываемые впечатления, участвовать в этом. Наверное, очень сложно это рассказать. Вот. Перед тобой бассейн, 8 дорожек, ты в центре, и ты должен плыть. И ощущаешь всю эту ответственность, что надо плыть и показать высокий результат. Тем более, что утром выиграла. Вот. Конечно, было очень большое волнение. Никто в тот момент меня не поддержал. Как я уже говорила, тренера я не могла найти. Наверное, это его была тактика, как в этом фильме Никита. Так оставил, и дальше, значит, выживай как хочешь. Или, я не знаю, почему. Такую тактику выбрал. Он сказал, что он это специально сделал. Ну, нет. Я думаю, что нет. Вот. Ну, конечно, каждую дорожку объявляли. Вот. Подошла моя очередь. Объявили меня. И потом объявили американку. Значит, была с этой стороны Австралия. С этой американкой. Ну, соответственно, немки. Там румынка. И возле американки сконцентрировалось очень много камер, очень много журналистов. Это меня ужасно разозлило. Я как сейчас помню. Почему-то я попала первая, а снимает ее. Портите пленку. Вот. Меня такая злость взяла. Думаю, ну, ладно. Ну, может быть, это тоже сыграло какую-то роль. Ну, в общем-то, стартанули. Мы прыгнули в воду, поплыли. Ну, это мгновение, это минута, которую я проплыл. Минута 0,8, 0,0. Секунду. Точно попала. 0,0. Вот это вот выдающийся. 1,8, 0,0. Я потом, когда посмотрела на табло, я не могла поверить этому. Потому что 0,0. 0,8, 0,0. Ладно. Вот. Первый полсильник я проплыла первой. Я это видела. Ну, конечно, я усталости не ощущала, потому что такая база была сделана с тренировки. Оставалась самая важная, это вторая часть. Вот. Вторая часть. Еще половину бассейна я проплыла 50-метровую. Ну, и оставалась самая основная. Конечно, здесь почувствовала усталость. Сказалась вся. Мышцы были тяжелыми. Ну, здесь я себя заставляла доплыть. Честно говоря. Вот доплыла, коснулась, повернулась. Ну, увидела на табло первый результат. Это для меня был шок, скорее всего. Потому что я ну никак не ожидала, что я уже смогу выиграть еще и Олимпийские игры. Но это случилось. Вот. Конечно, я была очень сильно рада. Вот. Ну, я выхожу из бассейна и наконец-то вижу своего тренера. В нетрезвом состоянии. Конечно, мне это тоже не очень понравилось. Мне очень понравилось. И потом доктор контроль и все остальное. Ну, в общем-то, вот так. Кремиратуру, например. Тренера бросали в воду или нет? Есть, нечего, это очень долго рассказывать. Ну, ночью перейдем. Вечка есть? Дайдем. АПЛОДИСМЕНТЫ А это надо было двадцать лет назад думать. А вот эти вот квартиры, домики вот подавали. Ну, гляди на те квартиры. Да и все. Ну, какой заработок? Вот с утра с восьми и у нас до восьми. Двенадцать часов, а то по шестнадцать. И что они зарабатывают? Что на те деньги можно? Ну, я сегодня детенку поехала, туфли двадцать две тысячи купила. А погодите, сука, все стоит. Да я столько не заработаю за месяц. А что мне говорится, чтобы мне детенка в школу сегодня одеть? Я, во-первых, даже не работаю. У меня вот ребенок инвалид. Я по уходу оформлена. Да нигде ниоткуда, считай, практически мне вот помощи. Никто вот так. Это если хочешь, везде все пробивается. О чем вы говорите? Никто, я не хочу. И сегодня про деревню это толку возрождать. Что здесь возрождать? Если у нас тут устало 10 учеников, Карповича. Здесь нечего просто возрождать. Вот и все. Ну, что ты успокойся? Я могу сказать тоже. Ну, что успокойся. Вы говорите в деревню. Что ты меня вра? Что ты такаешь? Тихо, тихо. В деревню никто... Вот возьмите сегодня с города. Моя вот сестра, я вам скажу. Она говорит, я лучше буду чай с хлебом есть. Но я в деревню не поеду. Хорошо. А что мы... Подписываемся по тем предложениям, которые... Сегодня уже деревня. Здесь уже деревня, как сейчас я считаю, что вот это вот что осталось. Деревню сегодня возродить, это надо было хотя бы 20 лет назад. А если не сегодня... Нашу деревню карты, это не возродить назад. Уже вся молодежь в городе... Здесь уже нечего. Одных стариков. Понимаете, мы не насладим. А мы вам Лену оставим здесь. Кого? Лену оставим. А что же на обеднице? А мы найдем Горного Хлопа, где-нибудь. А мы будем плахать, где-нибудь. А что же занимать и работать? А это, а ты бежи. А работа-то у нас нет. Работа-то где-то у нас. Занимать будете. Наш, будете вы заниматься. Ставить будете, станете чемпионом линии России. У меня бабушка занимается. Так это надо уже давно заниматься. А почему вы кулигаете? А почему вы кулигаете? А почему вы кулигаете? А почему вы кулигаете? Потому что уже жаром простояло. Да. Развернуть по правую сторону. То корон, да, или то чалят паштили, то парнили, то жалили. На путь кладали. А сегодня уже все полить, уже немало ничего, а что тут робить немало. Замечательная дискуссия у нас получается. Но это дискуссия, разговор в никуда и ни о чем. Поэтому давайте, наверное, перейдем хотя бы в разговоре на тон ниже, для того, чтобы быть услышанными и увиденными друг другом. И я хочу в продолжение этой темы предоставить слово. У нас есть представители предпринимательства, то есть наши элиты, тех, кто создает рабочие места и тех, кто трудится потом на этих местах, вот, преподавая свои усилия. Там Андрей у нас где-то вышел, надо говорить, да? Потому что вот этот труд, который сегодня вот здесь вот представлен, это тоже, наверное, заслуга деревенских умельцев. Значит, хорошо, давайте уже будем итог подводить к тому, что вы сделали, и посмотрим на то произведение искусства, которое находится здесь, и дадим слово представителю нашего дома ремесел, который, собственно говоря, и занимается пропагандой такого творчества. То есть у нас в Светлогорске, вы знаете, есть этот дом. Вот, пожалуйста, мы сюда очень послушаем. Вели разговор о всей индейской методике, о традиционной медицине. Славянский народ исполкан веку знал, чем лечить себя, как лечить, как снять стресс, как себя успокоить, как ввести в состояние равновесия, как раствориться в природе, двумя словами обозначить. Это все было известно. На определенный исторический цикл, который отнял много духовного, который привел нас к тому, что мы стали Ивановыми непомнящими, кто своей родословной вспомнит пращуру своего. Мы постепенно теряем корни, от которых действительно должны жить, питаться. Постепенно обрубаем то, что должно быть присуще к каждому народу. Мы забываем о народном творчестве. Это постепенно уходит. И с уходом всего этого мы теряем часть души, свое национальное достояние. Если касаться проблем села, да, программы хорошие, но они в большей степени утопические, потому что экономическая государственная политика, она ведет никуда в настоящее время. Я считаю это таковым. И те деньги, которые хотя бы одну создать деревню, экологически чистую, практически невозможно изыскать. Бизнес в Беларуси не стал богат для того, чтобы заняться этим. И найти спонсоров практически нельзя. Здесь разговор о другом. Присутствуют сельские жители, матери по возрасту мне годятся. Они помнят хорошо, что народное творчество было постоянно и присутствовало оно в каждой крестьянской избе. Женщины занимали с качеством, то есть пряли, лен, ткали. И машиной невозможно повторить то, что создавали руки женщины. Все вы хорошо помните четырех нитовые тканские останки, на которых белорусские диваны или полторы, костилки по-разному их называют в каждой местности. Машина не может повторить, потому что качество, а оно было присуще городскому региону и было хорошо развито. Это классика народного творчества. Действительно, это республиканское достояние, и этому надо бы уделить очень большое внимание, потому что уйдет от поколения этих милых женщин, и молодежь это не переняла. И никто не будет знать, как же сделать правильный набор именно узора, которые то ли это певники, то ли это кветки, то ли это листочки. Розное было, а рушники, какие прыгожие, ткали на селе. Любо дорого было поглядеть, себе надо говорить, потому что мы и фольклор забыли. Забываем песни наших матерей, бабушек. Забываем то, что веками народ совершенствовал, изобретал. Ведь в столетия уходит, в тысячелетия даже, древнее народное творчество. Это перечислять не буду. И оно давало, пожалуй, значительно больше, чем дает современное телевидение или другие средства массовой информации человека. Прежде всего, в свободную минуту, в свободное время он занимался тем, что без всякого психотерапевта ему давала работу. Сельские жители были уравновешены. Нигде не было такого понятия, как пьянка. Выпивали по праздникам, религиозным. Деревня одна в ту сходила на троицу, та к этой пришлёт. Это были праздники встречи родственников, встречи друзей. Поэтому, конечно же, народное творчество, творчество вообще, даёт значительно больше, чем любое другое. Это считался только разрушенный дом, поэтому давайте поговорим о том, что сегодня представители власти думают по этому поводу и какие перспективы нас всех ждут на этой земле. И слово, я не знаю, конечно, это не ответственное, не правительственное заявление, но тем не менее тема обозначена. И в этой теме, я думаю, что мнение наших районных, местных властей будет небезразличным людям и нам, тем участникам конференции. Поэтому давайте, наверное, Игорь Иванович, мы вас попросим немножко рассказать о том, что вы делаете и что нам как бы светит в нашем городе и селе. Это, конечно, серьёзная тема, серьёзный такой глубокий разговор и действительно ответственный, я должен сказать. Поэтому первое, ну что делается? Ну, во-первых, если брать людей, живущих в городе и живущих в селе, то, конечно, это несколько разные весовые категории, действительно. Я тут хочу сказать, что город это не панецея от всех бед. Если вот женщина говорила, я уеду в город, а что в городе там бесплатно ждут изобилия, с неба будет падать? Да нет. В городе тоже надо уметь прыжиться. Не каждого город может принять. Там свои проблемы. Но, конечно же, проблемы сельского региона, они несколько сложнее, нежели города. И корни их, наверное, вы знаете, откуда исходят, с каких времён. Но это не потому, что я как бы оправдываю себя как чиновника, как представляющую власть. А действительно, надо оттуда смотреть. И много причин. И можно исконно русский задать вопрос, кто виноват. Конечно, и мы это задаём, и отчасти находим крайних. Но от этого нам не легче. Но одна ещё из причин, вот, ну скажем так, неразвития, мягко говоря, деревни или все села, это вот то, что в результате соответствующей политики большой, в принципе, город, как пылесосом, высосал лучших поколений, представителей лучших поколений села города. Вот, допустим, наш тот химволокной, 10 тысяч работающих. Я уверен, что 8 тысяч – это корни этих людей, вот тут, вот в руке нашего района. И то, что мы сегодня, вот часть деревень, и мы не отличаемся от других районов, вот влачат жалко существование в отношении своего, своей перспективы, заслуга в кавычках, этого же химволокной ЦКК. Потому что, конечно же, в те времена, когда здесь за трудодни работали, за, скажем так, палочки и так далее, и так далее, а зарплата в промышленном производстве, она была очень прельстительна, тем более вопросы жилья решаются и так далее, и так далее. Бесспорно, это было главенствующим фактором, и самые трудолюбивые, самые толковые, самые грамотные люди из деревни, конечно, ушли оттуда. И вот лозунг был в советские времена, там, отдавать долги деревне, ну мы это как-то долго воспринимали его, как, несколько, так сказать, крылатый лозунг, что ли. А вот сейчас пришло время один к одному, действительно долги деревне отдавать надо, в прямом смысле слова. И кто бы из нас ни был, так сказать, там, нынешний представитель власти или будущий, это должно быть приоритетным, потому что если мы хотим спасти нашу нацию, нашу страну, нашу прекрасную республику, то это проблема номер один. И вот, конечно же, мы, как представители нынешнего, так сказать, поколения власти, тоже болеем, скажем так, этой темой. Поэтому первое, прежде чем серьезно и глубоко думать о перспективе, надо не забывать сегодняшнего дня. А сегодняшняя, ну, ситуация на Вёске, она тоже, несколько, скажем так, не сильно, ну, радужная. И поэтому, обращая внимание на это, мы стараемся сделать так, чтобы люди старшего поколения, которые выработаны, которые уже на заслуженном отдыхе, действительно на заслуженном отдыхе, ну, максимально обеспечить их быт хотя бы вот эти последние годы. Это значит, что? Вот за последнее время, с момента развала Советского Союза, у нас практически единицы закрылись, допустим, такие точки на селе, как торговые точки. Причем это, казалось бы, ну, что там, был магазин, есть, нет магазина, это не важно. Но для села это очень важно. Мало того, что это объект, который обеспечивает, так сказать, продуктами питания и всем необходимым для жителей деревни, но магазин в деревне, это, в принципе, это точка, где осуществляется обмен мнениями, это политическая, идеологополитическая точка. Потому что, когда хлеб привозят, вся деревня в этот день здесь и все новости здесь. Когда начальники хотят встретиться с населением, они подбирают время, когда привозят хлеб, и это точно попадешь и пообщаешься с людьми. И я вот должен сказать, интересно с людьми говорить. И вот даже вот эта встреча, она ведь такая, не предусловно, она приукрашена народными, так сказать, обычаями, традициями, речевка и так далее, и так далее. Вот у меня был личный пример такой. Поехал я до 90-х годов, когда как раз сильные нападки были на чиновников. Знаете, все тогда вот развал Союза, а вот это все виноват начальники. И я, ну, надо было встречаться. График пришел, я поехал в одну деревню, в Шупейке, под хлеб, как говорится. Приехал, все, народ здесь. Ну, там человек 40 собралось. Давай рассказывать, а народ так и насторожен, вот тогда в те времена на начальников смотрел. И да, знаем мы вас, все вы под себя работаете. Да, строите машины, только о себе думаете, не о нас, вот при этом болтаете, и нам ничего лучше. Ну, думаю, да, я сыграю на этом. Просто как бы порядка эксперимента, что будет. То есть я о мудрости народной говорю, и хитрости, такой хорошей, по-хорошему народной хитрости. Значит, думаю, да, сыграю. Говорю, ну, извините, вот я с вами хочу поспорить. Вот перед вами представители, вот как раз того, может быть, Мишеслава, у меня нет ни дачи, ни машины. Тишина в зале, а сзади такой голосок, ну, у меня слух хороший, значит, и такое начальник.